Семь игроков Риеры против команды Титова. Поле 50 на 35 метров, два мастера в роли оттянутых плеймейкеров. Интеллектуальный, нацеленный на атаку футбол. Тактическая изобретательность, видение поля и партнёров, быстрая и точная передача, действия без мяча, открывание, забегание, захватывающее сражение за инициативу. Два мастера рядом, страховали, подчищали и мгновенно начинали атаки. Классные передачи по разным направлениям. Всё точно, своевременно, с расчётом на несколько ходов вперёд. Личный пример и своевременные подсказки, как во время игры, так и в паузах между таймами. Когда вы возвращаетесь лицом, лицом себе, вы это придёте, пешком. Нет, видите, с поля, мы видим, обязательно влево. Смещение акцентов. Титов и Риера дружно выдвинулись в среднюю линию. Отличная передача. Каждый пас – винтик в большой атакующей системе. По словам Альберта Риеры, язык футбола одинаков везде, в том числе и в Испании, и в России. Задача классных игроков, а ныне тренеров – научить развивать, совершенствовать. Они увидят вот эту паузу, вот это терпение, что они понимают, и они увидят близко. Потому что когда мы играем с ними, это они сразу увидят. И хотим, чтобы эти маленькие детали они понимают быстро, и они могут делать большой прогресс. Отклик юных футболистов. Ребята вдохнули воздух креативного футбола. Быстрые короткие передачи, интересные комбинации. Данил Бас специально переместился в команду Титова. Хорошо сыграл в подыгрыше. Быстрые перемещения, открывания, точные обостряющие передачи. Команда Титова сначала сравняла счет, а затем вышла вперед. Почеркнул то, что нужно больше двигаться на поле, больше открываться, чтобы у партнеров было больше возможностей, больше вариантов для баса, для построения атаки. И еще понял, что надо быстрее играть. Яркий, динамичный футбол. Натиск команды Егора Титова. Гол самого маэстро. Острые контратаки игроков в салатовых накидках. Хорошее взаимодействие. На пике матча раскрылись и более мастеровитые ребята. Матвей Симонов в этом сезоне стажировался в клубе испанской Ла Лиги Эспаньол Барселона. Игроки первого года обучения. Хороший опыт получили все юные футболисты. Благодаря их подсказкам и тому, что они профессионалы хорошие, знают, как выбрать правильную позицию. Игра была быстрее. И мы лучше понимали, куда нам открыться. Они подсказывали нам постоянно. И меньше касаний использовали. Много голов на финише поединка. Команда Егора Титова победила с небольшим перевесом. По окончании матча состоялся традиционный разбор игры, уточнение деталей. Впереди новый сезон. Большие планы по развитию школы, улучшению работы. Важную роль будет играть приглашение известных футболистов. Среди них и Егор Титов, Владимир Истомин, Юрий Дорошенко. Антенна 7.